Вы знаете, что касается Польши, тут мне все ясно. Польша не может еще простить Россию три раздела Польши в XVIII веке, еще при Екатерине II. Поэтому я понимаю, что там генетически все это как-то бы наслаивалось. Что касается нынешних событий, то, что не пустили, ну идиоты. Простите меня за грубость. Ну идиоты, мы все живем на одной планете, другой не дано. Но мы должны жить в мире, потому что мы пережили столько страшных лет, дней, столько событий, что не понимать этого, это значит себя изолировать. Польша вот такая, Россия вот такая. Значит, если вы считаете... Ах, как сказал Крылов. Ах, как она собачка-то называлась. Ах, моська, знать она сильна, что лает на слона. Я не хочу никого обидеть, но под тем позициями, под тем поступком, которые совершает сейчас Польша, это уже, мои слова, это уже не обида, это констатация факта. Подумайте, с кем вы рядом живете и как вам дальше жить. Если они считают, что США ревниво относятся к такому крупному сопернику, как Советский Союз когда-то и теперь, как Российская Федерация, они ревниво относятся. Если вы холопы этих воротил, ну живите, раз вам нравится, будьте холопами, пожалуйста. Нет, а мы свободные люди. Мы хотим, приезжайте. Не хотите, не приезжайте. Мы хотим, поехать, поедем. Не пускайте, не поедем. Вы понимаете, и надо быть на высоте своего достоинства и самолюбия. Мы великая держава. И какие-то там политические близорукие деятели, которые устраивают все эти обструкции, простите меня, они смешны. История рассудит, потому что с точки зрения истории так смешно, и так неинтересно, и так невыгодно для них, для малых народов. Мы уважаем всех, а мы хотим, чтобы все уважали нас. Мы заслужили это всей своей историей и Великой Отечественной войной, и Великой Победой. Великой Отечественной войны